Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Времена действительно непростые, друзья, сейчас возникает большое количество вопросов, как сохранить деньги в 2023 году и их не потерять. Поэтому, наверное, сегодня в меньшей степени будем говорить о возможностях, в большей степени будем говорить о защите, потому что это видно, это чувствуется, количество запросов, связанных с тем, как же здесь не растерять то, что есть, достаточно большое. Смотрите обязательно данное видео до конца, приведу пример структуры портфеля, каким образом я бы, наверное, сейчас, если бы у меня стояла задача сохранить денежные средства от инфляции, то какие бы инструменты я использовал и почему. Итак, специально подготовил слайд с некой разбивкой, здесь вообще абсолютно нет ничего сложного, нужно понимать, что, во-первых, все эти инструменты доступны простому частному инвестору. Если говорить о минимальной сумме инвестиций, мы говорим о диверсифицированном портфеле, нужно понимать, что у нас должно быть, соответственно, замещающих облигаций, как вы видите, порядка 30%, минимальный лот замещающей облигаций это 1000 долларов, эквивалент в рублях. Сейчас это получается где-то в районе 60 тысяч рублей, соответственно, 60 умножаем на 3, получаем портфель на 180-200 тысяч рублей. Это минимальная сумма, потому что здесь важен вопрос а. ликвидности, b. диверсификации, c. минимизации рисков. Именно эти портфели позволят вам минимизировать риски. Сейчас поговорим о каждом отдельном инструменте. Если у вас портфель меньше, то, соответственно, вы просто можете сделать ставку на тот или иной инструмент, но если вы хотите действительно спать спокойно, то можно говорить, что, в принципе, под данной структурой можно размещать свои рублевые накопления, на самом деле можно сюда размещать и долларовые накопления. То есть это может быть действительно хорошей подушкой финансовой безопасности и, что называется, вот почему. Если вы посмотрите на структуру портфеля, она состоит из четырех историй. То есть первая история – это облигации федерального займа с фиксированным купоном. Этих облигаций меньше всего в портфеле. Их в портфеле должно быть порядка 15%. У них не очень высокая доходность к погашению, там на уровне 7%. И самое главное – доходность может вырасти. То есть в 2023 году доходность может вырасти. Сами облигации могут снизиться в цене. Почему? Потому что риск высокой инфляции достаточно высокий. Центральный банк может начать повышать процентную ставку. И, соответственно, эти облигации в цене могут снизиться. Но при этом можно зафиксировать для себя на горизонте в 15-17 лет доходность на уровне 7%. Хорошо это или плохо, кто-то скажет, неинтересно. Я эти инструменты не выбираю. Но я объясню, почему. Во-первых, обратите внимание, их меньше всего в портфеле. Всего лишь 15%. Второе. В них присутствует риск снижения их номинальной стоимости. Вернее, не номинальной стоимости, а стоимости, по которой они торгуются. Цены из-за роста процентной ставки. Но у нас есть другие стабилизирующие инструменты, которые позволяют нивелировать эти негативные последствия, связанные с падением цены. Нивелируются они за счет линкеров. То есть есть облигации, так называемые линкеры. У них нет фиксированного купона. Это тоже облигации федерального займа. Их доходность привязана к официальной цифре по инфляции. И поэтому получается, что если у вас присутствует облигация с фиксированным купоном и линкеры, причем линкеров на 5% больше, то есть в этом случае вы получаете некую такую рублевую доходность. Если мы говорим, что инфляция по итогам 2022 года была в районе 12%, по итогам 2023 года она может вылиться куда-то в район 15%, то у вас будет купонный доход на уровне 15%. Это, во-первых, больше, чем облигация с фиксированным доходом. Если инфляция будет расти, будет расти купонная выплата. Будет расти купонная выплата, инструменты, которые защищают от инфляции, тоже будут расти в цене. И поэтому получается, что облигации с фиксированным купоном будут нивелироваться линкерами, потому что все, что связано с доходностью, они друг друга будут компенсировать. И мы вот в этом видео, говоря про инфляцию, я объяснял свое видение, почему инфляция в России может вырасти. Поэтому получается этих бумаг чуть побольше. Второе. Не иметь инструментов с фиксированным доходом тоже нельзя. Потому что что точно будет, никто не знает. И здесь мы получаем некую такую равновешенную штангу с незначительным перевесом в область проинфляционных инструментов. И таким образом, вот эти два инструмента в общей сложности у нас получается 40%. Это рублевые активы в рублевой зоне, которые нивелируют друг друга, которые имеют эффект штанги, компенсируют друг друга, имеют общую доходность на уровне в районе 8-9% на уровне ставки рефинансирования. Вырастет процентная ставка, вырастут линкеры, вырастет доходность линкеров, то, соответственно, у вас это повысится. Хорошо, стабильно, комфортно. Мало того, минимальный лот для покупки данных облигаций – это 1000 рублей. То есть абсолютно любой человек, если у вас есть брокерский счет, вы можете открыть брокерский счет и купить эти инструменты. И в принципе, на самом деле, если вам важна рублевая доходность, вы можете стабилизировать свой портфель за счет покупки таких инструментов. Да, ни о каких возможностях здесь речи не идет, звезд с неба хватать не будем, но эффект, связанный с тем, что вы будете точно спокойно спать, и негативные последствия инфляции будут нивелированы, по большей части эти инструменты позволят обеспечить. Другие два инструмента, которые включены в портфель, это у нас, получается, замещающие облигации и золото. Соответственно, это инструменты, которые больше привязаны к долларовой доходности. Этих инструменты в 60% в портфеле, то есть по 30%. Почему выбираем именно эти истории? По одной простой причине, то есть я уже вот в этом видео объяснял, то есть каким образом получить 30% доходности в 2023 году. То есть здесь что мы получаем? Здесь мы получаем, что так как доллар может быть девальвирован, вернее рубль может быть девальвирован по отношению к доллару, порядка 25-30%, то есть курсовая разница, эти активы, они, доходность их зависит от валютной составляющей, потому что золото торгуется в долларах раз, замещающие облигации торгуются в рублях, но с привязкой к курсу доллара, то есть фактически это долларовые инструменты. И в этом случае мы рассчитываем некий такой консервативный инструмент, эти облигации обеспечивают нам доходность 25%. То есть что мы на круг получаем? Что подобного рода портфель может обеспечить нам в 2023 году доходность порядка 19%, что уже в два раза выше доходности банковского депозита. Раз. Два. Это облигации, ребята, вы должны понимать. То есть если вы получите сопоставимый доход, условно произойдет какое-то чудо, и банки будут давать доходность по депозиту 19%, у нас есть закон, что у нас выше ставки рефинансирования. Может быть, может не быть. То есть здесь мы не понимаем, не управляем этим. Вроде бы сказали, что если доход больше ставки рефинансирования облагается дополнительным доходом в пользу бедных, потом это отменили с ковидом. Не знаю, введут сейчас или не введут, но риск такой присутствует. То есть если будет сопоставимая доходность на банковском депозите, доход свыше ставки рефинансирования будет обложен дополнительным 15% доходом НДФЛ. В ситуации с данной структурой портфеля этого не произойдет. Второе. Все эти инструменты можно купить через индивидуальный инвестиционный счет. Если мы говорим о капитале в 400 тысяч рублей и формирование данного портфеля на индивидуальном инвестиционном счету консервативно, вы сюда к доходности можете приплюсовать еще 13% до возврата НДФЛ. Итого у нас получается 32%, которое можно получить от такого портфеля. Прекрасно справляется с защитой от инфляции. Да, если использовать ИИС, повышенная доходность. Но ограничения. То есть если вам краткосрочно нужно припарковать деньги, наверное, ИИС не подойдет. Подойдет просто данная история. И самый важный посыл. В данных инструментах будет движение. Если сделать такую гипотезу, предположение, у нас курс доллара начинает расти. У нас, соответственно, переоцениваются линкеры. У нас переоцениваются облигации, которые вкладываются в золото. И доля будет увеличиваться. Очень важная история, если вы будете придерживаться данной стратегии, чтобы вы, например, ежеквартально ребалансировали. То есть выросло золото, вырос доллар. Кто-то может ежеквартально, кто-то может ежемесячно. Хотите иметь управление? Соответственно, просто ребалансируйте. То есть вырос доллар, в любом случае вырастет фонды на золото, вырастут замещающие облигации. Доля ОФЗ и линкеров и с фиксированным купоном упадет по одной простой причине, потому что они номинированы в рублях. Оно с доллара вырос. В этом случае золото и замещающие облигации нужно продать и докупить ОФЗ, докупить линкеры. Потому что мы не знаем, в какой момент перестанет укрепляться доллар и начнет расти рубль. То есть таким образом вы будете оперативно управлять и спать спокойно. Облигации – это долг правительства России, замещающие облигации – это корпоративные облигации, ну и золото – это, понятно, это физическое золото, которое покупается российской управляющей компанией, хранится непосредственно в России и считается, соответственно, по текущему курсу пересчитывается все в рублях. Все торгуется в рублях, но при этом вы имеете в том числе и валютную защиту. Большой возникает вопрос. Понятно, что ОФЗ, тикеры обозначены, какие покупать. Вопрос, что с замещающими облигациями. Ребят, будет отдельно вебинар, на котором я расскажу мои планы на 2023 год. Ссылка на данный вебинар будет под данным видео. Проходите. И там, я думаю, что как раз-таки мы назовем часть наших замещающих облигаций, которые мы сейчас выбираем в портфель инвесторов. Еще будет платная конференция. На платной конференции вообще подробно разберем, как работают замещающие облигации. Потому что именно на них сейчас идет наибольшая ставка лично у меня на 2023 год в направлении консервативной части портфеля и защиты этой части портфеля. Сегодня же у меня на этом все. Если понравилось видео, обязательно комментарии, лайк, поделитесь. Если у вас есть родные, близкие, люди, я не знаю, предпенсионного возраста, вы кому-то можете помочь. Думаю, что данная история, опять-таки, с одной стороны, не является индивидуальной инвесторной рекомендацией, но если вы поставите цель разобраться, инструменты достаточно простые, доступные, эффективно управляемые, и можно это сделать с очень низкими транзакционными издержками. Надеюсь, что будет вам это полезно. На этом у меня сегодня все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Продолжение следует...